Я вас приветствую, уважаемые коллеги! Сегодня мы будем говорить о кальпоскопической оценке нормы у беременных. Почему важно знать о норме? Потому что патологию можно выявить только тогда, когда мы знаем норму. Цель кальпоскопии у беременных – это исключить инвазивный рак шейки матки и определить необходимость в проведении прицельной биопсии. Какие показания существуют к кальпоскопии у беременных? Патологический ПОП-тест, аномальный вид шейки матки в зеркалах, опухоль, вид цветной капусты, опухолевое разрастание, кратер, язва, шейка матки не визуализируется, бочковидная, хрящевидная и также кровотечение неопределенного генеза. Кальпоскопические обследования у беременных требуют большего опыта доктора-кальпоскописта как в практических навыках методики проведения процедуры, так и в интерпретации полученных результатов. Литературные данные указывают на то, что есть надежность и безопасность кальпоскопического обследования у беременных женщин. Исследования и сравнение результатов кальпоскопии у беременных и небеременных указывают на необходимость высокой квалификации специалиста-кальпоскописта. Кальпоскопическое обследование у беременных требует большего опыта на уровне практических навыков и интерпретации результатов. Кальпоскопическая оценка у беременных происходит по тем же принципам и алгритмам, что и у неубеременных. Простая кальпоскопия позволяет провести общее ориентирование, можно увидеть некоторые кальпоскопические картины, оценить цвет эпителия, оценить сосудистый рисунок. При проведении пробы с уксусной кислотой обращают внимание на локализацию и возможность визуализации линии стыка эпителия, интенсивность побеления, скорость процесса побеления и его продолжительность, контуры, дистальную границу поражения, если визуализируется толщину белого эпителияного слоя, прозрачность эпителия, рельеф поверхности, повышение или углубление в сравнении с прилегающими тканями. При проведении пробы с водным раствором люголя обращают внимание на цвет, характеристику, границ разных окрашиваний, однородность окрашивания. Показания для проведения кальпоскопического обследования у беременных. Основные задачи кальпоскопии Выяснить причины отклонения от нормы, цитологических исследований и найти патологическую зону, определить локализацию и границы патологической зоны, выбрать место прицельной биопсии, провести лечебную манипуляцию в рамках здоровых тканей, мониторинг после проведенного лечения. Как оценивать кальпоскопическую картину у беременных? Это делается в соответствии с международной номенклатурой IFCPC Рио-де-Жанейро 2011 год. В этой номенклатуре уже вводится децидоз во время беременности при нормальной кальпоскопической картине. То есть это описывается уже как нормальный вариант кальпоскопической картины у беременных. Особенности кальпоскопической оценки нормы у беременных. Повышенная воскулиризация шейки матки, отелки, гипертрофия сосочков цервикального канала, усиление секреторной активности цилиндрического эпителия, густая слизь, аверсия слизистой цервикального канала, зияние цервикального канала, усиление процессов метаплазии, децидоз, пролап стенок влагалища. Физиологические изменения, которые происходят в слизистой шейке матки и способствуют гипердиагностике при кальпоскопии. Гиперваскулиризация может имитировать атипичные сосуды, отек, гипертрофия элементов слизистой. Это приводит к увеличению размеров повреждения, усилению рельефа и чрезмерных проявлений аномальных кальпоскопических картин первой степени, маленьких, которые могут восприниматься как второй степени, больших. Усиление плоскоклеточной метаплазии, ее чрезмерное проявление и прогрессия во время беременности проявляются более плотными уксусно-белыми участками. Децидоз часто осложняет трактовку кальпоскопических картин и имитирует злокачественные опухоли. Гиподиагностика при кальпоскопии беременных, гиперваскулиризация, чрезмерная ломка сосудов, кровоточивость, из-за чего нельзя адекватно провести кальпоскопическую оценку. Далее. Повышенное количество густой слизи, которая закрывает участки зоны трансформации, из-за этого нельзя их полностью визуализировать. Снижение тонуса стенок влагалища, что создает технические сложности в проведении кальпоскопического обследования. Вот, например, как на Кольпо-фотограмме. Эверсия дает возможность лучше визуализировать линию стыка цилиндрического и многослойного плоского эпителия. Если до беременности зона трансформации была второго-третьего типа, во время беременности она может превратиться в зону трансформации первого типа. Прогрессирование версии во время беременности позволяет нам все больше визуализировать повреждения, которые раньше размещались в циррикальном канале, и одновременно имитировать его увеличение в размерах. Повышенная воскулиризация синюшность. Вот на Кольпо-фотограмме вы видите изменения в эпителии шейки матки и беременной женщины. Отек, гипертрофия сосочков, 11 недель беременности, простая Кольпо-фотограмма, расширенная Кольпо-фотограмма с уксусной кислотой, эстроген-зависимые реакции. Эверсия слизистой циррикального канала. Чаще у тех, кто беременны в первый раз, максимум на 20-22 недели. Тут 10 неделя беременности зона трансформации третьего типа превратилась в зону трансформации первого типа. Усиление процесса метаплазии. Одна и та же пациентка Кольпо-фотограмма на 10-18 недели. Обычный вариант физиологической нормы, небольшой эктропия на 50-й неделе. И вот кольпоскопическая картина на 18-й неделе беременности. Процессы метаплазии начинаются на верхушках сосочков. Адекватная кольпоскопическая картина и усиление увеличения сосочков эктропия шейки матки и метаплазии. Прогестерон-зависимые преобразования. Децидуоз при беременности. Это одно из основных проявлений прогестерон-зависимых преобразований. По внешним проявлениям в слезистой оболочке шейки матки можно классифицировать такие виды децидуальных преобразований. Децидуальная эктропия. Децидуоз шейки матки. Опухолевидная форма. Язвенная, папиллярная, пузырьковая форма. И децидуальная полета эндоцервикального канала. Опухолевидная или инфильтративная форма децидуоза. Напоминает аномальные процессы у беременных шейки матки. Локализируется в строме под плоским эпителием. Проявляется папулами и папилломами желтого, желтовато-беловатого или розового цвета с аморфной поверхностью и множественными сосудами. Может просматриваться полость. Вдавливание. Иногда наблюдаются очаги некроза. Образование часто визуально и кальпоскопически напоминает экзофитную опухоль. Вот децидуоз при беременности, опухолевидная форма. Вот децидуоз при беременности, язвенная опухолевидная форма. Децидуоз в очагах субапилляльного эндометриоза, которые были до беременности. И видите, мультифокальный вид белого поражения плотного, который еще контакт накроточит. Это как раз опухолевидная язвенная форма децидуоза. Язвенная форма децидуоза выглядит как область дефекта в ткани, которая расположена ниже окружающего эпителия. Очаги имеют четкие границы и нерегулярную хрупкую поверхность. После нанесения уксусной кислоты, язвенные участки имеют плотный уксусно-белый вид. Таким образом имитируют злокачественное новообразование. На ли голени окрашиваются йодом. Папиллярная форма децидуоза встречается в цилиндрическом эпителии. Страмальные сосочки увеличиваются, становятся белыми или беловато-желтыми. Наилучшим образом это проявляется при нанесении раствора уксусной кислоты. Например, 18 недель беременности – популярная форма. И вот классическая популярная форма децидуоза. 20 недель беременности у женщины. И мы видим на фоне октропиона эктопию большого размера. По поверхностям сосочков идет плотная белая реакция, которая имитирует экзофитную опухоль шейки матки. Пузырьковая форма децидуоза – это самая распространенная форма среди всех видов. Кальпоскопически проявляется разными видами и цветами пузырьков. В основном они располагаются на эктоцервиксе. Их цвет может варьироваться от желтоватого до темно-бордого. Количество децидуозных пузырьков на слизистой шейке матки тоже бывает разным – от 1 до 10. Пузырьки могут травмироваться, опорожняться. И таким образом пузырьковая форма может преобразовываться в язвенную. Вот пример пузырьковой формы – 8 недель беременности. За внешними проявлениями могут быть также децидуальные полипы. Они представлены вытянутыми овальными образованиями аморфной структуры, что напоминает железистые полипы и располагаются в цервикальном канале. Децидуальные полипы часто бывают больших размеров с выраженной сосудистой сеткой. Как правило, они бывают разноцветные – желтые, розовые, коричневые или белые. Это связано с гиперваскулиризацией и может быть последствием небольших гематом или некрозов. В децидуальных полипах встречаются несколько типов кровеносных сосудов – линейные, спиральные или асимметрические петлевидные сосуды. Полипы белеют на уксусной кислоте, но при этом кровеносные сосуды не исчезают. Полипы не окрашиваются йодом. Вот, например, 14 неделя беременности – полип децидуальной шейки матки. Децидоз при беременности – полип большого размера, который имитирует злокачественную опухоль. Но это обычный децидуальный полип. Вот смотрите, вы видите много нетипичных сосудов в ножке полипа. Децидоз при беременности – полип большого размера с некрозом, с фибриновым налетом, который может имитировать злокачественную опухоль шейки матки. Децидуальные очаги, как правило, локализируются в участках регионального многословного цилиндрического или метаплазированного эпителия и имеют четкую границу с оригинальным плоским эпителем. Злокачественная опухоль локализируется в пределах атипичной зоны трансформации и часто бывает окружена очагами патологии высокой и низкой степени аномалий. Децидуальные очаги, как правило, мультифокальные, небольших размеров, тогда как рак, как правило, это одиночная опухоль с неровной популярной бугристой поверхностью. Сосудистый рисунок в децидуальных очагах может имитировать атипичные сосуды злокачественных опухолей, но в децидуальных очагах, как правило, наблюдаются сосуды малого калибра, межкапиллярное расстояние невелико. После нанесения раствора уксусной кислоты сосуды не исчезают, как это бывает при раке шейки матки. Полиморфность и разноцветность децидуальных изменений, молодой возраст женщины, беременность, нормальный результат ПАП-теста указывают на то, что это децидуоз. Но если кальпоскопист не уверен в доброкачественности процесса, следует всегда проводить прицельную биопсию с последующим гистологическим анализом. Более детальную информацию можно найти в школе кальпоскопии. Есть способия кальпоскопии беременных, менеджмент-диагностика, тактика ведения беременных пациенток с неоплазией шейки и раком шейки матки. А также в атласе Украины по практической кальпоскопии это вы можете заказать на сайте legerda.com.ua. Благодарю, уважаемые коллеги, за внимание и готова отвечать на вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!